Добрый день! Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики обострилась. За прошедшие сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Лозовое, Первомайск, Фрунзе, Калиново, Калиновка и Желобок. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли запрещенные Минскими соглашениями 152-мм артиллерийские орудия, БМП-120 и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 90 снарядов, мин и гранат. Прошу обратить ваше внимание на подтверждение украинскими СМИ нашей вчерашней информации о самовольном оставлении части военнослужащим 14-й бригады Вооруженных сил Украины, который, не выдержав издевательств со стороны командира роты, сбежал с боевой позиции, прихватив штатное оружие АК-74. В Вооруженных силах Украины продолжается рост небоевых потерь. Физически и морально-психологически уставшие солдаты украинской армии в зоне проведения АТО видят свое умиротворение, только употребляя алкоголь или наркотические вещества, которых благодаря так называемым волонтерам и покрывающих их командиров подразделения большое количество. Поставка спиртного и наркотиков для бойцов поставлена на поток и достигла уже больших объемов. Груз такого рода под видом волонтерской помощи попадает в зону так называемой АТО на военных автомобилях, которые не подлежат досмотру сотрудниками правоохранительных органов. Самое страшное то, что командиры всех степеней и рангов крышуют доставку этой веселой смерти бойцам, так как имеют с этого хорошие откаты. Так, на фоне вышесказанного 24 октября в одном из подразделений 53 бригады вооруженных сил Украины от передозировки героином скончался один военнослужащий. Также стало известно, что смерть этого бойца пытается отнести к осложнению заболевания воспаление легких. На врача местного медицинского учреждения со стороны командира оказывается давление. В свою очередь, Народная милиция Луганской Народной Республики, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает взятые на себя соглашения по возвращению мира в Донбасс. Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, постоянно проводят занятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности для противодействия любой агрессии со стороны Украины. Спасибо.